В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Ни имен погибших, ни их точного количества Владимир Путин не назвал, но возможности попиариться на смерти военных не упустил. Обращение президента на Соборной площади увенчалось исполнением государственного гимна и салютными залпами. Во время мятежа наемники Евгения Пригожина сбили 6 вертолетов и самолет вооруженных сил России. В шоке были даже российские пропагандисты. Мы потеряли авиационные техники больше, чем за несколько месяцев до этого боевых действий на Украине. Первый вертолет подбили ранним утром 24 июня у села Елизаветовка в Воронежской области. Все три члена экипажа остались живы. Пол пятого утра произошел первый взрыв. Небольшой дом затряслось, в огороде небольшая воронка. Потом дочь вскочила, я вскочил, проснулся, подошел к окну, непонятно, что к чему, в пулеметной очереди. Слышно, что работал крупнокалиберный пулемет. Это уже потом выяснилось, что они отстреливались от нападавшего вертолета. Несколько часов спустя вагнеровцы сбили другой вертолет возле села Филонова. В самом Воронеже, выпущенная наемниками по вертолету ракета, отклонилась от курса и попала в нефтебазу. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. К вечеру 24 июня провоенные телеграм-каналы насчитали три сбитых Ми-8 МТПР, один Ми-8, Ми-35 и К-52. Некоторые из воздушных судов не представляли никакой угрозы для вагнеровской колонны. Например, Ми-8 МТПР – это вертолет радиоэлектронной борьбы. В районе села Кантемировка вагнеровцы уничтожили самолет Ил-22. Он выполняет функции воздушного командного пункта. Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили, зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал, а дурак-ПВОшник в колонне все взлетающее сбивал. Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков. У меня нет слов. Известны только некоторые имена погибших российских летчиков. Сбитым К-52 управляли подполковник Алексей Ворожцов и штурман Денис Олейников. Ворожцов – опытный пилот, он всю жизнь посвятил авиации, сказано в его «Некрологе». У пилота осталось двое детей. Штурман Олейников закончил учебу в 1922 году, писал пророссийский блогер Кирилл Федоров. У него остались жена и маленькая дочь. Губернаторы Ивановской и Псковской областей заговорили о мертвых пилотах лишь после встречи Владимира Путина силовиками в Кремле. Информация от чиновников скупая, только имена и соболезнования. Военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж К-52, подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Губернатор Ивановской области ограничился только соболезнованием. Самолет Ил-22 базировался на северном аэродроме. Каждый летчик выполнял свой воинский долг. Каждый из погибших во время прохождения военной службы проявил качество настоящего офицера. В сбитом Ил-22 погибли 8 человек, большинство членов экипажа уроженца Иванова. Пригожин не назвал имя подчиненного, который уничтожил борты и погубил людей, но пообещал выплатить родным погибших 50 миллионов рублей на всех. Стоимость только одного вертолета К-52 современной модификации почти полтора миллиарда рублей. На телевидении сбитые воздушные суда стали лишь поводом для рассуждений о заговоре Запада и пятой колонне. На сегодняшний день, для того, чтобы подготовить вот эту пятую колонну, это последнее, что я скажу, нужно в корне сломать систему образования, в корне, и перевернуть ее на, скажем так, рельсы 1993 года. Мы возвращаемся не к рельсам 1993 года, мы уходим от учебников Сороса, и постепенно мы начинаем очень четко понимать, что мы вкладываем в голову молодого поколения. И да, заметьте, вызывали молодежь, и молодежь никто не пошел. Никто. За скобки выносится закрытие уголовных дел против вагнеровцев, и пригожно. Власти не накажут за гибель пилотов никого. Веками, веками опробованный договор государства с теми, кто становился на путь мятежа. Освобождение от наказания при отказе от намерений.